всем привет сегодня у нас видео технического характера собственно оно о том о бумаге просто бумаги суть кратко изложу проблемы проблема в том что на рабочих местах жалуются что принтер не захватывает бумагу или захватывает но не регулярно так скажем когда не захватывает постоянно это понятно ну допустим из пачки бумаги там за 500 листов пока он печатает он пропускает допустим 100 листов надо вытаскивать бумагу она застревает он ее не подхватывает ну то есть вот такая проблема если вы мало печатать и вы этого не замечаете ну иногда там чертыхаетесь но если эта проблема встает регулярно и вы печатаете скажем в течение дня там 3000 листов то я думаю у вас это Он начнёт очень быстро раздражать, и вы позовёте специалиста, которому скажете, отремонтируй принтер. В моей жизни такая ситуация была два раза, когда мне говорили, что надо отремонтировать принтер. А я считаю, что принтер исправен. И когда начинаешь разбираться, то понимаешь, что принтер, в принципе, исправен, а проблема в бумаге. Начняла о материальной части. Есть в принтерах такие ролики, они везде по-разному выглядят. Ну вот конкретно в том принтере, который я сейчас рассказываю, это Кюосера. У него подача бумаги, где вот такой ролик стоит, подача, а это подхватывающие ролики, которые зацепляют бумагу. Если внимательно вглядеться, мы видим, что они забиваются бумажной пылью такой. Ну, резинка начинает как бы расслаиваться, появляются трещинки какие-то, и туда забивается пыль. От этого тоже очень, конечно, осложняется захват бумаги. Она, получается, не всегда срабатывает. То есть, тогда мы поступаем очень просто. То я покупаю вот такую вот жидкость, технический спирт. Очень всё просто, стоит дёшево. И через пульверизатор вот такой вот, наливаю его в пульверизатор, пшикаю и чищу эти ролики. Ну, к примеру, там, пшик-пшик. И кисточкой всё это дело растворяется, чистится. И через... на какое-то время этого хватает, да? Спиртиком почистил, обезжирил. Ну, наступает время, когда такая штука не помогает. Или ты чистишь, а оно не захватывает. Тогда у меня возникла мысль... Я сейчас покажу видео, с чего началось. Ну, вот, как видим, такая на выходе бумага. Видите, листы неравномерно лежат. Во-первых, все искорёженные. Во-вторых, в-третьих, когда выходят, они скручиваются в трубочку. То есть, не просто ровно лежит, а вот эта пачка уже разогнута. То есть, на неё специально вложили груз, чтобы... То есть, очень много содержания влаги в бумаге. Хотя, при новой пачке, вот эта же бумага, но не отпечатанная. Видите? И мы её взвешиваем. То есть, она красивая на вид. Вы можете купить в магазине вот такую вот бумагу. Но если она весит 2 400, и это с водой, то есть, она сырая. Ну, на ощупь это не чувствуется. Но, поверьте, там воды много, влага. Влажность этой бумаги очень большая. Потому что, при выходе из печки, она видит, как себя ведёт. При этом, найти, так скажем, знаки распознавания, кто произвёл, и что это за бумага, категорически невозможно. Просто абстрактные какие-то анталицы, имидж какой-то. В общем, сайт европейский какой-то указан. Ну, короче говоря... Ну, в общем, смысл вы поняли. Я посчитал... Ну, я ничего не считал. Сейчас не нужно ничего считать. Сейчас заходим в интернет и набираем, сколько весит бумага А4. Или площадь бумаги А4. И если... Можете, конечно, сами посчитать. Но зачем считать то, что уже за нас подсчитано. Площадь бумаги, значит, одного листа 6 сотых с копейками там. В общем, мы знаем площадь бумаги. И мы знаем, что бумага 80 грамм на квадратный метр. То есть, квадратный метр бумаги должен весить 80 грамм. Всё просто. Поэтому, если мы берём пачку бумаги, как в том видео, да, минимум пачка бумаги А4, 500 листов с плотностью 80 грамм на метр, должна весить 2,5 килограмма. Если это не весит, значит, эта бумага не 80 грамм. О принтерах. Теперь вернёмся к принтеру. Я уточню, что, значит, принтер, который новый, у него в технических спецификациях обычно указано от 60 грамм до, там, 120, например. Ну, берёт. Это при условии, что принтер абсолютно новый, технически исправен. Ну, вот эти ролики, о которых я рассказывал, они всё-таки изнашиваются. И 60 грамм перестают захватывать. Вот как ни старайся, вы не будете там через каждые 100 листов чистить. Короче, да и не каждый принтер 60 берёт. В общем, 80 грамм на метр – это принятый стандарт, и его надо соблюдать. Соответственно, переходим к главному. Когда я об этом задумывался, я просто взял ту бумагу, которая понадобится нам весы. Смотрите. Ювелирные, так скажем. Ну, чтобы точность была в граммах, а не в сотнях грамм. И вот три листочка бумаги. Все эти три листочка бумаги заявлены как 80 грамм на метр. Если мы их сложим, включим весы, да, вот весы показывают, что ноль. Мы берём одну бумагу. И вы на том видео видели, что она даже искривляется при прохождении печки. Это говорит лишь о том, что она очень влажная. Так вот, она с влагой, смотрите, 4,90, а весила она ещё меньше. Это я не знаю, это она уже набрала влаги, пока я её в кармане носил. Она, короче, весила до этого где-то 4,8. Сейчас 4,95. И это она влажная, потому что вы видели, как она коряючится. А говорить о 80 граммах на метр не приходится. Нету тут этих 80 грамм на метр. И она сама по структуре не очень плотная. Принтер такую бумагу вот он и не хочет захватывать. Если мы возьмём нормальную бумагу у нормальных производителей, то видим, одна из них, допустим, 5,20. Это вполне прилично. И вторая 5,16. Ну, не ниже 5. Главный принцип, короче, если вы хотите, чтобы ваш принтер толково работал, конечно, не у каждого есть весы с точностью до десяток грамма или сотых. Просто берёте пачку бумаги и взвешиваете на обычных весах. Ну, достаточно точных, да. И если пачка весит меньше 2,5 килограмма и у вас есть проблема с захватом бумаги у принтера, то сначала попробуйте поменять пачку бумаги. Просто взять более качественную, дорогую. Ну, купите одну пачку дорогой бумаги и проэкспериментируйте. Я таким образом и пробовал. То есть, когда принтер, значит, печатал плохо, я брал пачку бумаги понадёжней, покачественней, пропускал её через принтер, и из неё ни один лист не застревал. Берёшь пачку стандартную, начинаются проблемы. То есть, не всегда принтер виной... Он отчасти виноват, потому что он может быть стареньким, изношенным, но он бы ещё работал и работал при соответствующей бумаге. Поэтому, если у вас устраивает ваш принтер, но не устраивает бумага, задумайтесь, просто взвесьте пачку. А дальше уже вот я всё, собственно, рассказал. Проблема решается очень просто, заменой бумаги. Ну, так, конечно, не всегда. Наступает момент, когда эти ролики изнашиваются, они даже перестают брать и 80 грамм. Но это уже другой вариант, совсем другая тема разговора. Всем удачи, всем пока. Вот такой технический обзор. Листочка бумаги. Пока.